МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...в провинции Идлиб, наступление достаточно успешное, в результате которого под контроль правительства перешла северная часть провинции Хама и стратегически важный город Хан-Шейхун. Почему он важен? Потому что он расположен на шоссе Алеппо-Дамаск, дорога Алеппо-Дамаск, и контроль над ним чрезвычайно важен, и, конечно, необходим для бесперебойного движения транспорта по этой магистрали. Там, правда, есть еще одна дорога обходная, но она очень плохая и неудобная для транспорта. И, естественно, военные успехи Сирии беспокоили весьма турецкое руководство, в связи с тем, что, во-первых, Турция сталкивается с угрозой потери влияния в Идлибе, и, во-вторых, возможен наплыв новых беженцев на территорию Турции. Но министр иностранных дел Турции Чаву Шаглу угрожал, что это может быть 2 миллиона человек. Даже если будет миллион человек, то в дополнение к тем 3,5 миллионам сирийских беженцев, которые уже проживают на территории Турции, это будет очень существенная добавка, и турецкая экономика, которая в настоящее время находится в очень плохом состоянии, может просто не вынести этого. Поэтому данный саммит должен был расставить, так сказать, точки на «и». мы, конечно, не знаем в деталях, о чем говорили президент, президент Владимир Владимирович Путин и Реджеп Таипа Родоган с глазу на глаз, потому что беседа, которая протокол должна продолжаться час, заняла два часа. Но, судя по всему, удалось прийти к определенным компромиссам, потому что президент Родоган сказал, что в Идлибе была предотвращена гуманитарная катастрофа. То есть, наверное, все-таки не будет такого наплыва сирийских беженцев на турецкую территорию, наверное, стороны договорились о каком-то взаимодействии. А при этом президент Путин сказал, что Россия будет продолжать поддерживать усилия сирийской армии по уничтожению террористов в Идлибе. Наверное, главное на этом этапе, чем были озабочены стороны, это не допустить каких-то прямых военных столкновений сирийской армией и турецкой армией в Идлибе, потому что это было бы, конечно, крайне болезненно России, в частности для России. Наверное, какой-то компромисс был все-таки выработан. И, как мне кажется, постепенное восстановление контроля сирийского на Идлибе будет продолжаться так или иначе.